Красноярская краевая специальная библиотека представляет Виртуальную выставку «Великий мастер русской драмы» к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского. Согласно указу президента Владимира Путина, от 13 ноября 2020 года в 2023 году в России будет отмечаться 200-летия со дня рождения Александра Николаевича Островского. Творчество великого русского драматурга является важнейшим этапом в развитии русского театра. В комедиях и социально-психологических драмах, составивших фундамент национального репертуара, он вывел галерею ярких и узнаваемых российских типов – от корыстолюбивых, своевластных и жестоких купцов, чиновников и помещиков, до многочисленных слуг, приживалок, богомольных странников и лицемерных карьеристов. Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года в Москве, вырос в купеческой среде. Мать умерла, когда ему было 8 лет, и спустя 5 лет отец женился снова. Детей в семье было четверо. Островский получал образование дома. У его отца была большая библиотека, где маленький Александр впервые стал читать русскую литературу. Однако отец хотел дать сыну юридическое образование. В 1835 году Островский начал учебу в гимназии, а затем поступил в Московский университет на юридический факультет. Из-за увлечений театром, литературой он так и не окончил учебу в университете. По настоянию отца работал песцом в суде до 1851 года. Нельзя сказать, что личная жизнь Островского была удачной. Он жил с женщиной из простой семьи, Агафьей. Она была первой, кто читал его произведения и поддерживала его во всем. Все их дети умерли в раннем возрасте. С ней Островский прожил около 20 лет, а в 1869 году женился на артистке Марии Васильевне Бахметьевой, которая родила ему шестерых детей. В 1849 году было написано произведение Островского «Свои люди сочтемся», которое принесло ему литературную известность. Его высоко оценили Николай Гоголь и Иван Гончаров. В 1859 году было напечатано первое собрание сочинений Островского в двух томах. Благодаря этому изданию Островский удостоился блестящей оценки Николая Добролюбова, которая закрепила за ним славу изобразителя темного царства. В 1860 году в печати появилась «Гроза», которой Добролюбов посвятил статью «Луч света в темном царстве». За эту пьесу Островский был награжден Уваровской премией в 1863 году и избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Интересная история создания стихотворной пьесы Островского «Снегурочка». В очень короткий срок нужно было создать пьесу на основе сказочного, песенного и песенно-обрядового материала. Островский решил использовать сюжет из народной сказки «Девочка-снегурочка». Музыка к пьесе была заказана молодому Петру Ильичу Чайковскому, и драматург, и композитор работали над пьесой с огромным увлечением, очень быстро, в тесном творческом контакте. В день своего 50-летия Островский закончил «Снегурочку». Первое представление состоялось 11 мая 1873 года на сцене Большого театра. Более 30 лет, начиная с 1853 года, новые пьесы Островского почти каждый сезон появлялись в Московском Малом и Петербургском Александринском театрах. С 1856 года писатель участвует в выпуске журнала «Современник». Александр Николаевич известен как переводчик произведений французских, итальянских, испанских, английских драматургов. Обращение к иностранным авторам обусловлено стремлением Островского обогатить репертуар русской сцены образцовыми произведениями западной драматической литературы, что способствовало бы повышению исполнительского мастерства для русских актеров. В биографии Александра Островского почетное место занимает театральное дело. В 1866 году он основал артистический кружок, благодаря которому появилось много талантливых людей в театральном кругу. В 1870 году в Москве возникла добровольная общественная организация «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов», где Островский был председателем. Своими нововведениями он добился улучшения жизни актеров театра. С 1885 года Островский возглавлял театральное училище. С 1 января 1886 года его назначили заведующим репертуарной частью московских театров. Но здоровье драматурга к этому времени уже сильно пошатнулось, и 14 июня 1886 года Островский скончался в имении Щелыкова в Костромской губернии. Писателя похоронили рядом с отцом на церковном кладбище у храма во имя святителя Николая Чудотворца в селе Никола-Бережки. После смерти драматурга Московская дума устроила в Москве читальню имени Островского. Книги в воспроизведенных форматах, имеющиеся в фонде нашей библиотеки. Бедность не порог. Укрупненным шрифтом в плоскопечатном формате, в рельефно-точечном формате, в аудио-формате на кассетах, диске, флэш-карте. Без вины виноватые. В рельефно-точечном формате, в аудио-формате на кассетах, диске. Бесприданница. Укрупненным шрифтом в плоскопечатном формате, в рельефно-точечном формате, в аудио-формате на кассетах, диске, флэш-карте. Бешеные деньги. В рельефно-точечном формате, в аудио-формате на кассетах и диске. Богатые невесты, в аудио-формате на кассетах, диске. Волки и овцы, в рельефно-точечном формате, в аудио-формате на диске. Гроза, в рельефно-точечном формате, в аудио-формате на кассетах, диске, флэш-карте. Женитьба бальзаминова, в аудио-формате на диске, флэш-карте. Лес в аудиоформате на диске, кассетах, флэш-карте На бойком месте в аудиоформате на диске Не было ни гроша, да вдруг алтын в аудиоформате на диске Не от мира сего в аудиоформате на кассетах, диске Последняя жертва в аудиоформате на диске Правда хорошо, а счастье лучше В аудиоформате на диске, кассетах Свои люди сочтёмся Укрупнённым шрифтом в плоскопечатном формате В рельефно-точечном формате В аудиоформате на кассетах, диске, флэш-карте Снегурочка В рельефно-точечном формате В аудиоформате на диске Таланты и поклонники В аудиоформате на кассетах, диске Над виртуальной выставкой работали Татьяна Хачко, Константин Кивачук Мария Абазюк, Александр Румянцев Ответственная за выпуск Ольга Офицерова Красноярск, 2023 год